Здравствуйте, дорогие друзья! Мы показываем вам ролики с продолжением. И в апреле мы снимали ролик, как мы делали прививки вот на этом дереве. Это слива, у которой мелкие достаточно плоды, желтые, и мы решили привить на нее разные сорта. У этого дерева было удалено два больших ствола. Вот посмотрите, вот они тут срезы, и на них были сделаны прививки. То есть на портель от этих стволов были сделаны прививки разными сортами. Мы вам покажем сейчас, как это было именно в апреле сделано. Потом вставим еще ролик, как эти прививки прижились в мае. И в конце вы посмотрите на конечный результат, как эти прививки выросли за лето. То есть вот такой вот весь ролик в развитии. Так что досмотрите его, пожалуйста, до конца. А сейчас будем смотреть именно апрельский ролик. И вам подробно Алексей Малышев покажет, как он выполнял прививки способом улучшенной копулировки. Внимательно смотрите, и можете дальше повторять такой же опыт. Сегодня у нас такое практическое занятие. Мы прививаем, обрезаем. Нам в этом помогает садовод-опытник Алексей Малышев. У него очень большая практика. В саду много различных растений. И абрикосы, и алыча, и черешня. Это в Нижегородской области, в зоне рискованного земледелия. А сейчас мы будем обрезать вот такую запущенную сливу. Мы находимся на моем новом участке. Это единственное дерево, которое здесь осталось от старых хозяев. И надо привезти его в божеский вид. Прежде чем нужно его привить, надо его... Надо дерево подготовить к прививке, чтобы был доступ к прививке и делать обрезку. Как нам поступать вот с таким деревом, особенно если садовод начинающий, и он не знает, что обрезать? С чего надо начинать? Надо сделать прореживание, укоротить ветви. Вот нижний, наверное, весь этот хлам. Надо очистить ствол. Вот эти отбилить. Сначала надо зайти вот здесь. Я отпилю вот эту ветку. Почему мы такую большую ветку убрали? Ветку убрали, потому что вот здесь очень хорошие побеги. Мы сделаем на них прививку. Угу, понятно. И она была уже треснутая. Вот, расчищаем штамп от ненужных ветвей. То есть, треснутую ветку эту мы как раз вот большую и удалили. А вот эти молодые мы будем для формирования крона использовать. Да, мы сделаем для нее прививку на эти ветви. Удаляем вот эти мелкие ветви. Срезаем на кольцо. Расчищаем, чтобы было чисто, доступ. Кстати сказать, обратите внимание, какая удобная пилка, да? Это самурай, да, Алексей? Да, это очень удобная пилка. Называется самурай. Угу. То есть, это вот мы все просто не жалея убираем. Все, расчищаем. Здесь колючки, шипы, они не нужны. Мы только будем колоться об них. И нам надо сделать прививку, чтобы было доступ даже. Удаляем вот эту внутреннюю ветку, потому что здесь очень трется ствол. Вот. И чтобы не было никаких ран. Спиливаем прямо. Пиньков не оставляем, да? То есть, пилим мы на кольцо, вровень с осью, куда идет ветка, чтобы все было красиво, аккуратно. А это уже прорежем мы крону, да? Да. Чтобы был свет, все было красиво, чисто. Итак, дорогие друзья, вот мы подготовили уже дерево к прививке. Не удивляйтесь, что мы удалили вот такую вот огромную часть этого дерева, такой толстенный ствол. И вот что от этой половины осталось. Алексей, для чего вот такая экзекуция была проведена? Ну, сделали мы прореживание, очистили внутренние, убрали ветки, трущиеся ветки, вот прямо вот перетиралось здесь. Оставили молодую порсель. Сейчас мы сделаем, покажем прививку. Да, прививки очень хорошо приживаются. А вот дерево-то зачем вот это убрали? Чтобы соки на себя не тянуло, да? Чтобы соки не тянуло, да. И вся сила, прививки, вся сила пошла на эти побеги. Как бы омолаживающая обрезка. Собственно говоря, это у нас полудикая слива. То есть, мы вот первый год увидели от нее урожай. Это мелкоплодная такая желтая слива. Ну да, приятная. Слива домашняя. Да, приятная, но не более того. А сейчас будем прививать на нее хороший сорт уже. Как мы будем вот с этими побегами поступать? Мы их все оставим или тоже часть уберем? Мы сделаем прививки, а потом удалим лишние побеги. То есть, посмотрим, какие лучше пойдут, приживаются. Да, 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 и удалимся. Будем каким способом прививать? Здесь мы будем прививать улучшенной купулировкой. Так, делаем прививку. Значит, у нас выбраны побеги. Черенки отрезаны по 2-3 почки. И делаем способ улучшенной купулировки. Делаем косой срез. Зарез внутрь. Зарез внутрь, язычок. Язычок. Язычок на черенке тоже самое делаем. Вот такой срез. Язычок. Примерно на одной трети где-то, да? Чтобы была одинаковая длина. Вот, вставляем аккуратно. Язычок зацепляется. Черенок на месте сидит у нас. Берем ленту обвязочную. Это вот как раз так вот разрушающиеся, да? И заматываем. Вот тут уже мы в ускоренном темпе, потому что дождик пошел. А это не очень хорошо. И вот заматываем очень плотно, чтобы прилегало. И делаем петельку узелочек. Прививка у нас готовая. Это нижегородский сорт слива, да? Да. Так, следующий мы сейчас еще прививем. Следующий. И так вот сделаем несколько прививочек. Нож обязательно чистый должен. Мы его периодически вытираем после каждой прививки. Вот на этот толстенький сделаем, да? Делаем косой срез. Язычок. Берем черенок. Язычок. Язычок. Проверяем, чтобы у нас одинаковая длина была. Вставляем черенок. Смотрим, чтобы совмещалось правильно. Пальцем держим пленочку и начинаем заматывать. Плотно прижимаем. Боимся мы, что дождик разойдется сейчас. Поэтому... Немножко торопимся. Торопимся немножко, да. А в дождик прививать нежелательно, потому что вода может на срезы попасть, да? Ну, проливного, чтобы не было дождя очень сильно. Вот. Вот так вот делаем. Затягиваем. Делаем косой срез. Несколько раз повторили, чтобы ровно все получилось, да? Делаем язычок. По толще веточка, вот поплотнее, да, она идет? Пожестче. Пожестче, да. Делаем косой срез. Его поправляем. Срез должен быть ровный. Делаем язычок. Покачиваем ножик. Делаем язычок. Вставляем. Одинаково, чтобы длина среза была. И вставляем. Смотрим совмещение черенка. То есть, опять кора к коре, да? Да, кора с корой. Вот. Чтобы прилегала по толщине, чтобы хотя бы с одной стороны совпадало. Чтобы срасталось. Берем ленточку, держим пальцем и заматываем. Плотненько, в растяжечку немножечко. Натягиваем и заматываем полностью, чтобы никаких срезов не было видно. Вот. Мы сделали здесь три прививки. И так мы перепривьем сливы несколькими сортами. Итак, у нас вот сколько сделано прививок. Раз, два, три, четыре, пять. Ну вот, дорогие друзья, прошло достаточно много времени. Мы снимали ранней весной, как мы делали прививки. Вот на этой сливе она успела отсвести, завязать семена. А прививки наши прижились. Посмотрите, какой замечательный результат. Каждая веточка, которую мы прививали, вот на ней уже вот такие замечательные побеги. Что я хочу сказать. Вот, посмотрите, здесь я уже удалила всю поросль вот с этих вот побегов. То, что ниже места прививки. Вот осталась одна почка. Видите, прививка, где заканчивается, это уже пошел дичок. Мы его убираем. Вот. Теперь вот посмотрите, да, вот на этом побеге тоже вот. Не просмотрите эти все. Они отберут силы у наших прививочек. И вот тоже на этой основной ветке, посмотрите, вот это все. Вот это мы, как специалисты говорят, ошмыгиваем. То есть вот все, вот эти все побеги, которые мешают нашим прививкам, мы это все должны убрать. Посмотрите здесь. Вот эта прививочка немножечко отставала. Я вообще не надеялась, что она прижилась. То есть почки очень долго спали. Видимо, этот черенок хранился где-то в более холодных условиях до прививки. И я не убирала, я думала, он не прижился. Почки пошли, вот это вот все безжалостно удаляем. Вот на этой вот ветке, на толстой. Все, чтобы от наших прививок ничто не отнимало питание. И там вот тоже прививочка у нас вот в глубине кроны сделана. Тоже все пошло. То есть практически, практически здесь стопроцентный результат. Вот Алексей Малышев, который нам делал прививки, вот обладает такими замечательными способностями. И все прививки, которые он сделал, все у него прижилось. Сорт называется вот это золотой шар. То есть все бирочки здесь сохранены. Это мы прививали мелкоплодную желтую сливу разными сортами сливы. То есть у нас на одном дереве будет несколько сортов. Ну вот вы видели всю технику прививки, что в мае наши прививочки пошли в рост. А сейчас мы покажем вам результат спустя целый сезон. Посмотрите, дорогие друзья, вот те ветки, на которые были сделаны прививки. Посмотрите, вот эти молодые побеги. Шрам от прививки, вот он. Способ улучшенной копулировки. Вот если присмотреться, тут как раз видно даже вот этот вот язычок, который заходил один в другой. Посмотрите, как они сильно выросли. Это вот был подвой. То есть это была дикая поросль. Здесь она была обрезана. На нее был привит вот этот вот черенок. И посмотрите, сам черенок, вот я даже удалю сейчас листочки с него. Как этот черенок сам вырос. Вот он толстенький такой стал. Дал боковые побеги. То есть это практически дерево такое выросло вот из этого привитого черенка. И таких вот прививок у нас здесь несколько. Мы ожидали, что может быть не все привьется, не все приживется. Потому что когда мы делали этот ролик в апреле, дождик уже пошел. Но к счастью, вот все 11 прививок у нас принялись очень хорошо. Какие-то тут мы видим, что они похоже развиваются. Можно их даже и удалить. То есть мы с запасом сделали эти прививки. И оставим только самые сильные и хорошие. Ну вот и дорогие друзья, смотрите, вот эти вот лишние ветки мы тоже сверху удалим. И чтобы они нашим прививкам не мешали расти. Вот тут плоды мы с них окончательно снимем. И вот сделаем обрезочку, чтобы вверху ничто наши прививки не затеняло. Будем надеяться, что в скором времени мы вот от этих своих прививок получим новые плоды. Здесь были желтые. Здесь у нас слива синяя, нижегородская. С той стороны у нас будет слива желтая, золотой шар. Но гораздо крупнее, чем эта желтая. То есть вот будем удивлять всех своих гостей и сами радоваться разным плодам. Продолжение следует...